Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО Новости в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня выпуски. На что установится и жалуется фонд обязательного медицинского страхования. Как оказалось, на первом месте это длительное ожидание назначенной процедуры или приема врача. Казанка Люжина с подробностями. Средний размер взятки в Костанайской области – 323 тысячи тенге. Об этом рассказали представители антикоррупционной службы, подводя итоги своей работы за 9 месяцев. Теплая погода на большей части Костанайской области будет сохраняться до 20 октября, но на выходных все же в некоторых районах пройдут дожди. Подробнее расскажет Алия Атас Магомбетова. Сельское население Костанайской области имеет наименьший в стране доступ к питьевой воде. Затем идут Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. Об этом заявили в Комитете по делам строительства и ЖКХ страны. Решать проблему чиновники намерены высокими темпами строительства водоводов и установкой в селах комплексных блок-модулей для обеспечения населения питьевой водой. Мои коллеги продолжат тему. Чтобы наглядно видеть, насколько села страны обеспечены питьевой водой, в Казахстане разработана и запущена интерактивная карта. При этом уже до конца этого года в правительстве обещают обеспечить 95% населения страны качественным водоснабжением. Такие планы были озвучены Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках национального проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны» с 2021 по 2025 годы из республиканского бюджета предусматривается выделение 498 миллиардов тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 261 миллиард тенге. В целях мониторинга обеспечения села водоснабжением разработана и запущена интерактивная карта, отражающая актуальную ситуацию по множеству параметров, в том числе по обеспеченности водоснабжением и финансированию потребных средств. На сегодня в целях совершенствования интерактивной карты принимаются меры по включению дополнительных функций для обратной связи с населением. Также будет включена информация по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг. В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено 151 миллиард тенге, в том числе в городах 77 миллиардов тенге и в селах 74 миллиарда тенге. Сейчас, по официальным данным, наибольший охват водоснабжения в сельской местности отмечается в Алматинской, Атараусской и Казалардинской областях, а наименьше – в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской областях. Городское население североказахстанской, Атараусской и Атараусских областях стопроцентно обеспечено централизованным водоснабжением. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в Жамбылской области, также наибольший охват водоснабжения в сельской местности отмечается в Алматинской, Атараусской и Казалардинской областях. Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской и Жамбылской областях. Доступ сельского населения к питьевой воде в Кустанайской области составляет лишь 64,7%. Решить проблему не только в Кустанайской области, но и по стране намерены строительством водоводов и установкой комплексных блок-модулей по обеспечению питьевой воды в малочисленных селах. Их можно будет легко устанавливать и транспортировать из села в село в случае необходимости. К другим темам. Казахстанцам предстоит повторная вакцинация от коронавирусной инфекции. Глава Министерства здравоохранения представил соответствующий план. Начать ревакцинацию намерены в конце ноября. Первыми получат дополнительную прививку медработники, сотрудники силовых структур, учителя и люди старше 60 лет. При этом использоваться будет только одна доза вакцины. Подробнее в следующем сюжете. В Кустанайской области на сегодня получили вакцину первым компонентом 322 тысячи человек или 64% из подлежащих вакцинации. 29 тысяч, получивших прививку, приходится на поликлинику номер 3. Почти половина прошли вакцинацию в торгово-развлекательном центре Кустанай-Плаза. Летом за прививкой здесь выстраивались очереди. Люди пока идут все. Сейчас не как раньше. Намного меньше людей уже стало. Первое время люди шли очень много. По 200-250 люди. Мы работаем с 15 апреля. Пока работаем еще, мы не закрылись. Сейчас идут люди 40-50 в день бывает сейчас. Вакцины пока все есть у нас все. И спутник, и козва, коронава, хаят, вероцил. Все. Все вакцины есть. Из-за того, что сегодня людей приходит значительно меньше, есть неудобства. Приходится ждать, пока наберется необходимое количество людей на ампулу с препаратом. Но сейчас медперсонал приспособился, и для удобства жителей просят оставить контактные номера телефонов. И когда собираются люди, им звонят. То, что людей намного меньше, приходится собирать на спутник, на козвак. На козвак, на козвак, на козвак. Обзваниваем людей, оставляем их данные. Отлично, сама звоню, их приглашаю. Вместе с тем, сейчас рассматривается вопрос о так называемой ревакцинации. Окончательное решение будет принято на заседании Республиканской межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения уже представил план ревакцинации казахстанцев. Вводить дополнительную дозу рекомендуется через 6-9 месяцев после прохождения основного курса вакцинации. Эту процедуру намерены начать с третьей декады ноября. Первыми получить вакцину смогут казахстанцы из группы риска. Медицинские работники, педагоги и лица старше 60 лет. Те, кто изначально привит, например, спутником, ревакцинируются через 9 месяцев вакцинами Синофарм, Коронавак, Хаятвак, Казковитин. И наоборот, при этом для ревакцинации будет использована только одна доза вакцины. Алексей Кудрявцев, Алия Десмагомбетова, РТН. Костанайцы жалуются на очереди в поликлиниках. На долгие, порой двухнедельные ожидания приема узких специалистов и на платные медуслуги, которые в рамках ОСМС им положены бесплатно. Такие обращения поступают в Костанайский филиал Фонда социального медицинского страхования. За последние месяцы этого года подобных жалоб было уже 495. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Заместитель главного врача поликлиники номер 2 Костанай Елена Никонкова возглавляет службу поддержки пациента и внутренней экспертизы. Она и ее коллеги занимаются рассмотрением обращений и жалоб, урегулированием ситуации, возникших в процессе получения пациентами медицинских услуг. В день в среднем они обслуживают около 30 человек. Часто приходят люди, которые не могут записаться на прием к нужному врачу или нет талонов на УЗИ. Порой пациент сомневается в поставленном диагнозе. Сейчас у нас актуально обязательное социальное медицинское страхование. По вопросам статуса страхования консультируют наши регистраторы. Допустим, если пациент не застрахован, ему необходима какая-либо медицинская помощь, мы все это решаем. В пределах нашей поликлиники все это разрешимо. Также, если пациенту показано какие-либо направления, какое-либо лекарственное обеспечение по медицинским показаниям, по его диагнозу, и если ему в этом отказывают, также мы проводим разрешение этой ситуации. Елена Никонкова отмечает, несмотря на то, что служба находится в самой медорганизации, подчиняется руководству, они заинтересованы в решении проблемы здесь и сейчас. Иначе в ситуацию вмешивается фонд социального медстрахования, который может применить медицинским организациям штрафные санкции. А это, к примеру, снизить выплаты для них. Однако, как отмечает Кустанайском филиале фонда, до этого доходит редко. В этом году фонд поступила жалоб от пациентов уже 495, в прошлом – 187. Чаще всего наши пациенты жалуются на нехватку специалистов. То есть длительность ожидания или очереди, которая связана с объективными факторами. У нас в области есть дефицит, особенно по узким специальностям. Соответственно, иногда возникает объективная реальность, что пациенты вынуждены ждать приема длительно, более двух недель. Кроме того, есть дефицит с некоторым видом оборудования или каких-то исследований. Эти вопросы решаются через Управление здравоохранения области. Поступают жалобы и на необоснованные отказы в выдаче направлений и лабораторных анализов. А это уже нарушение прав пациентов, которым они положены в рамках УСМС или гарантированного объема медпомощи. В фонде подчеркивают, что в случае, если вопрос не был решен в службе поддержки пациента и внутренней экспертизы, люди могут обратиться на официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение «Колдава 24 на 7», а также в Телеграм. Диар Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН. Средний размер взятки в Костанайской области в этом году превысил 300 тысяч тенге. Такие расчеты предоставили борцы с коррупцией, подводя итоги своей деятельности за 9 месяцев. Как рассказали антикоррупционеры, служба активизировала свою деятельность и провела серию громких задержаний руководителей госорганов региона. Подробнее расскажут мои коллеги. Значительных положительных результатов в этом году, по информации представителей антикоррупционной службы по Костанайской области, удалось добиться сотрудникам ведомства. Сейчас они меньше регистрируют малозначительные уголовные правонарушения, обращая большее внимание на выявление фактов системной коррупции среди руководящего состава госорганов. Кроме того, благодаря масштабным превентивным мерам, в сравнении с прошлым годом, почти в половину снизилась регистрация коррупционных уголовных дел преступлений с 92 до 49. 20 из них являются тяжкими. Привлечены к уголовной ответственности 9 руководителей республиканского, областного, городского и районного уровней. Выявлено 5 фактов незаконного вмешательства в деятельность представителей малого и среднего бизнеса, 9 фактов покровительства теневой экономики, 17 коррупционных преступлений, связанных с реализацией государственных программ, 6 фактов системной коррупции. Санкции суда взяты под стражу руководителей подразделения областной госкорпорации правительства для граждан. Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, занимавшейся выдачей гражданам за денежные вознаграждения, бланков прохождения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи. В результате к вождению допускались водители, не знающие правила, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. По результатам расследования в суд направлено 14 уголовных дел по подозрению в совершении 36 преступлений. Наряду с этим антикоррупционщики направляют представление об устранении выявленных в ходе расследований нарушений. По итогам рассмотрения более чем трёх десятков рекомендаций, 24 должностных лица понесли строгие дисциплинарные наказания, четверо из них уволены, двое освобождены от занимаемых должностей. Нами проведен анализ среднего размера взяток по Кустанайской области, который в текущем году составил 323 тысячи тенге. В прошлом году этот показатель был равен 221 тысяче тенге. Общая сумма взяток по зарегистрированным преступлениям составила в 2020 году 3 миллиона 100 тысяч тенге, за 9 месяцев текущего года 4,5 миллиона тенге. По наблюдениям сотрудников Департамента коррупционным проявлением, больше всего подвержены сферы образования, земельных отношений, ЖКХ и здравоохранения. Кстати, были выявлены факты подделки и реализации медицинским работникам за денежное вознаграждение паспортов вакцинации. Запрещенный религиозный материал размещал в соцсетях 37-летний Кустанайец. Этот факт был выявлен сотрудниками Департамента полиции Кустанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Материал, имеющий признаки разжигания религиозной розни. В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные статьей 453 части 4 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. Следует отметить, что в текущем году сотрудниками Департамента полиции было выявлено уже три аналогичных факта, то есть три жителя области. Сумма сотни МРП равна почти 300 тысячам тенге. Управление по противодействию экстремизму Кустанайского полицейского департамента просит не хранить на личных страницах соцсетей и уж тем более не распространять информационные материалы, полученные с сомнительных сайтов и сообществ. Серийную воровку гастролершу из Кустаная поймали столичные полицейские. Сейчас неоднократно судимая за кражи 32-летняя женщина содержится под стражей в Кокшитау. Об этом сообщает информационный портал МВД Республики. Установлено, что подозреваемая в августе, находясь в столице, украла у 71-летней женщины 40 тысяч тенге. Злоумышленница в подъезде переобулась в домашней тапочке, постучала в квартиру пенсионерки, представилась новой соседкой и попросила позвонить. Оставшись одна в прихожей, подозреваемая с тумбы взяла портмоне и покинула квартиру. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Выдворенный иностранец незаконно вернулся в Казахстан. Факт выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», основная цель которого – пресекать попытки нарушения миграционного законодательства страны. За первые два дня проведения операции к административной ответственности было привлечено более 80 иностранцев, 25 – за незаконную трудовую деятельность и 54 – за уклонение от выезда в установленном порядке. Семерых человек полицейские выдворили за пределы страны. Возбудили сотрудники миграционной службы и два уголовных дела. Одно из них – за незаконное пересечение границы. Сотрудниками УП города Рудного на территории города был задержан гражданин иностранного государства Российской Федерации, который в ходе разбирательства было выяснено, что в прошлом году, в августе месяце, он незаконно пересек границу и в настоящее время проводится следственное мероприятие. Как выяснилось, этот россиянин уже дважды совершал такие же правонарушения. За многочисленные проступки его выдворяли из Казахстана и запрещали обратный въезд на 5 лет, но он все равно в 2016 и 2018 годах незаконно проникал на территорию республики. Здесь его даже арестовывали на полгода, опять выдворяли, но что-то опять заставляло его возвращаться, даже нарушая закон, что именно полицейские не уточняют. И второй факт – организация незаконной миграции путем производственного жилища. Это получается на территории города Тобул, в котором установлен гражданин, который больше года здесь незаконно находился и в отношении принимающей стороны было возбуждено уголовное дело. Он гражданин Армении. Также в Удном выявлен факт совершения административного правонарушения гражданина Узбекистана, который приставал в общественном месте к прохожим, предлагая купить у него одежду. Материалы в отношении иностранца направлены в Удненский административный суд. Операция «Нелегал» продлится до 18 октября. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале «Аллау. Ютуб» и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Двухдипломное образование, новые обучающие программы, высокое трудоустройство выпускников. Руководство Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова подвело итоги своей работы за последний год и озвучило новые планы. Как отметила на отчетной встрече ректор учебного заведения, своей работой они подтверждают высокий статус Центра академического превосходства. Отчетная встреча ректора Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова с населением прошла впервые. На ней глава учебного заведения Алма Дощанова подводила итоги работы университета за последний год. Они оказались весьма впечатляющими. К примеру, набрали больше первокурсников, студентов магистратуры и докторантуру. А контингент обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом увеличился почти на 10%. На 50% набрали больше абитуриентов на первый курс, чем в предыдущем году. Это очень такой качественный, результативный показатель. Это есть доверие у наших абитуриентов и родителей. Но мы, в свою очередь, конечно же, работаем над совершенствованием образовательных программ, на то, чтобы мы их сверяли с профессиональными стандартами, с атласом новых профессий. Кстати, новым профессиям и направлением в обучении Алма Дощанова уделила немало внимания. Университету есть чем гордиться. Здесь обновляют обучающие программы и внедряют новые. К примеру, ресторанное дело и гостиничный бизнес, современная техника и транспорт ВПК, зеленые технологии жизни, агроинжиринг. Помимо этого, здесь запущена двухдипломная образовательная программа. Вместе с дипломом Кустанайского университета студенты, те, кто выберет специализацию машиностроения, получат еще один – Казанского федерального университета. Таким образом, мы повышаем свой статус. Вы знаете, что в 2021 году мы вручили дипломы собственного образца. А это тоже новые вызовы, чтобы эти дипломы были очень востребованы. Нам есть всем коллективам над чем работать. С учетом того, что в Кустанайской области активно развивается автомобилестроение, в университете создают инжиниринговый центр. Он будет служить площадкой подготовки кадров для этой сферы. Уже заключен договор о сотрудничестве с заводом КАМАЗ. И около 40 студентов прошли практику в набережных Челунах. Но и это еще не все. Не так давно, буквально на днях, мы заключили меморандум о сотрудничестве с Литовским университетом. Наши студенты специальности учета и аудит очень заинтересовались возможностью двудипломного образования. Это очень хорошо, много заинтересованных. Но есть одна проблема – это языковой барьер. Просьба такая – открыть у нас курс. Есть ли это возможность открыть у нас курс английского языка? Ваше предложение уже работает. У нас в правлении сейчас. Вы слышали, что у нас сертифицированный открылся центр по экзамену TOEFL. Есть у нас достаточно специалистов. Такие курсы будут созданы. Кстати, соответствующий меморандум и соглашение о сотрудничестве университет уже заключил с шестью вузами России и Литвы. На отчетной встрече часть вопросов ректору касалась заработных плат. С прошлого года должностные оклады педагогов, по словам Алмы Дощановой, были повышены в среднем до 30%. А с сентября этого года их зарплаты вновь выросли. Если преподаватель в феврале 2021 года, то есть текущего года, получал 150 тысяч, то в сентябре преподаватель получил 248 591 деньги. Вы видите, что поручение министра выполнено в полном объеме. Положительным показателем работы университета ректор назвала и трудоустройство своих выпускников, а это порядка 85%. Буквально на расхват выпускники педагогического и IT направлений. Алмада Щанова подчеркнула, что таким образом они подтверждают свой высокий статус Центра академического превосходства. Диар Ахмичин и Татьяна Калюжная, РТН. В Костанай пришло бабье лето. Теплая и сухая погода связана с антициклоном, который установился над всей территорией Казахстана. Температура воздуха днем еще примерно неделю будет плюс 15, плюс 20 градусов. Но вслед за теплом придут холода и ветер с осадками. Подробнее о погоде до конца месяца расскажет Альяда Смагомбетова. Порадоваться теплой погоде Кустанайцы смогут до 20 октября. Всю вторую декаду на большей территории области будет тепло и сухо. Средняя температура по области 13-18 градусов тепла. Погоду формирует антициклон. По словам специалистов Казгидромета, это и есть бабье лето. Но выходные в некоторых районах все же возможны осадки. Но где-то выходные дни все же 16-17 с выходом южного циклона. Он пройдет западнее нашей области, но немножко все же нас заденет. На северо-западе, севере области пройдут небольшие дожди и немного могут быть в Кустанае. Но теплая погода будет все равно сохраняться. И большая часть области вообще без осадка будет эти дни. Погода тут у нас определяется обширным антициклоном. Ну а надевать куртки потеплее кустанайцам придется с 20 октября, так как вслед за теплом придут холода, ветра и осадки. Определять погоду будет североатлантический циклон. Температура воздуха будет постепенно понижаться. Ожидается усиление ветра, а также осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ну после 20, 21 и до конца октября тут уже будут влиять циклоны. Циклоны тут серии циклонов североатлантические. Вот они будут ухудшать погоду, ненастно будет дожди. К концу месяца дождь, переходящий в снег. И похолодание, понижение температуры. В третью декаду понижение температуры ночью до 0,5 мороза, днём до 5-10 тепла. Такая вот погода ожидается. И будет усиливаться ветер, порывистый ветер, штормовой 15-20 метров в секунду ожидается. Что касается прогноза погоды на ноябрь, то среднесуточная температура будет в пределах нормы. А это от 3,5 до 7 градусов мороза. Ожидается, что в ноябре уже сформируется устойчивый снежный покров. Диара Ахмечина, Леадас Магомбетова, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.